Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа на связи с муниципальной властью. Как всегда, по средам я, Андрей Острев, ее ведущий. С вами и сегодня мы поговорим о дорогах. И не просто о дорогах. Буквально недавно сеть интернет взорвала сюжет наших коллег из телевизионной службы новостей. Ну, собственно, давайте мы один фрагмент его посмотрим и продолжим наш разговор. Это не Америка. И не Европа. Это Украина. Международная траса Киевчо. Чи бачили ви колись таке диво, щоб українські дорожники після латання ями буквально вручну пальцями промацували стик латки, аби не було пор, і вона не розлізлася від потрапляння вологи вже наступної зими. Якась інша планета. Я, чесно кажучи, вперше бачу, щоб в Україні долатання доріг ставилося настільки ювелірно. І як результат ось цього процесу – ідеально рівна латка, яка протримується щонайменше п'ять років. Перед цим робітники зрізали асфальт, на якому немає жодної ями. Тільки невеличкі мікротріщини, які ледь помітні. Асфальт, який ви зняли, він був в більш-менш нормальному стані. Навіщо ви це зробили? Жоден український автодор просто не звернув би уваги на це. Ми це робимо, бо знаємо, що в майбутньому з цим асфальтом будуть проблеми, тому, аби зберегти його життя, ми робимо цей процес. Мені легко пояснили біду облавтодорів. Вони ремонтують ями, а треба місця, де вони лише можуть з'явитися. Тріщина є практично головною причиною, чому з'являється вирвана дорога. То чому ці дорожники можуть, а інші – ні? Ну, собственно говоря, поэтому сегодня мы пригласили в студию директора коммунального предприятия ЛУ «Автодорог» города Николаева Наталью Горбенко. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. В этом сюжете, он очень длинный, поэтому мы не показали его полностью, в этом очень много интересных особенностей, система штрафов и так далее. И многие, кто посмотрели, скорее всего задали вопрос, а может ли это быть у нас? И не зря сегодня вы у нас в студии, как исполнитель, как коммунальное предприятие, которое исполняет такие работы, выполняет такие работы, точнее, давайте ваших комментариев. Может ли у нас это быть? И в чём принципиальная разница этой дороги от других остальных? Сюжет, на самом деле, знаменитый, он, наверное, облетел весь интернет, и в Николаеве его обсуждали и профессиональные строители дорог, и общественники, и активисты, и все обратили внимание, действительно, на этот совершенно другой подход к эксплуатации дорог, совершенно другой по отношению к тому, который есть сейчас. Да, действительно, мы в сюжете видим сервисное обслуживание, в то время, как у нас сейчас обслуживание, то есть как сервисное обслуживание как таковое отсутствует, то есть мы сейчас платим деньги в ходе эксплуатации дорог за конкретно выполненную работу по латанию ямочности. Вот в этом, собственно, и принципиальное отличие. Здесь мы видим, когда оплачивается работа за отсутствие ям, у нас используется метод, когда оплачивается работа за устранение ям. Лично я очень бы хотела, будучи директором коммунального предприятия по эксплуатации дорог, таким методом обслуживать хотя бы часть дорог города Николаева. Я считаю, что этот метод имеет массовые преимуществ, и первое из них – это комфорт и сервис для жителей. Что ж, я приглашаю присоединиться к нашей беседе наших телезрителей, мы в прямом эфире, вы можете задать свои вопросы, а у меня, тем не менее, следующие вопросы. Из этого сюжета, ну и кто более вникал, читали об особенностях этой дороги, то есть это был предоставлен, ну это достаточно большая сумма. Но принципиальная разница финансирования заключалась в том, что эта сумма подразумевалась на 7 лет эксплуатации этой дороги. То есть люди ее сделали, отремонтировали, потому что они получили в пользование не отремонтированную дорогу, а под ремонт. Они ее отремонтировали и сейчас обслуживают. Более того, в Европе этот метод давно уже практикуется, то есть в Европе нет такого понятия ежесезонного латания. То есть у них есть за каждой дорогой закреплено либо коммерческая, либо коммунальная, либо государственная, грубо говоря, компания, которая отвечает за этот кусок дороги. В чем метод отличается сам, если можно в двух словах, и мы примем звонок нашего телезрителя. В подходе. Метод отличается. В подходе. Оплата за отсутствие проблемы, а не за ее решение. То есть отсутствие ямочности вы получаете за работу. Не устранение, не... то есть какие-либо другие способы. За отсутствие. И я, как подрядчик, работая по такому методу, буду работать на то, чтобы не допустить. При виде маленькой трещины я буду ее устранять, потому что я буду понимать, что если трещина разрастется, я не получу деньги. В то время, как сейчас я получаю деньги за метры квадратные положенного асфальта. То есть, соответственно, за маленькую трещину я получу меньше, чем я получу за большую яму. Давайте примем звоночек и по поводу контроля мы еще с вами отдельно поговорим. Там тоже в этом сюжете был очень интересный один момент. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Я водитель с 40-летним стажем, очень много, практически всю жизнь проездил по городу Николаеву, видел все эти ремонты дорог. И хотел бы попросить, чтобы, если дорога ремонтируется, то поднимали бы и колодцы. Спасибо, спасибо. Очень существенное замечание. Соответственно, опять же, тоже видео в интернете, как колодцы ремонтируют в Европе, это отличается. В чем у нас в этом проблема? Ну, вот вы все время склоняетесь, ссылаетесь на Европу, да, давайте эволюционно дойдем до пути, до состояния, в котором находится Европа, в том числе с точки зрения финансирования. Спасибо вам за вопрос относительно колодцев абсолютного права. Если вы сейчас обратите внимание на то, как выполняются дороги, то, собственно, мы сейчас и пытаемся поднимать все колодцы, поднимать ливневки. Более того, в этом году мы попытаемся, вот сейчас мы в планах сделали сначала отремонтировать, например, две улицы, которые мы знаем, будут ремонтироваться в последующем, поднять все колодцы, поднять ливневки, дабы следующим этапом после нас зашли дорожники, да, и сделали быструю работу, а не так, что сначала мы запускаем дорожников, потом мы увидим, что впереди люк, начинаем останавливаться в лучшем случае, а не закрывать его асфальтом и потом, и ливневку в том числе, и думая потом, почему не уходит дорога. Поэтому абсолютно справедливое замечание, и сейчас мы стараемся именно так и действовать. А мы вернемся к вопросу контроля. Очень интересно устроен на этом куске трассы контроль. Там есть офицеры, так называемые офицеры контроля, которые... Третья организация. Да, это третья организация, которую нанял Европейский банк развития, который является, профинансировал эту дорогу, да. Эти офицеры, их задача выявлять любые погрешности на дороге, то есть не ямы уже, а даже асфальт, который покрылся трещинами, ну, вы, наверное, уже знаете, и вот нашим зрителям, может, подробнее расскажите, что асфальт, который покрылся трещинами, это потенциальная яма, причем в очень быстро обозримом будущем, да. То есть с момента того, как эти трещины обнаружились, да, вот это и в сюжете об этом говорится, они делают замечания, отправляют официальное уведомление. И есть время, оговорено договором там несколько суток, по-моему, двое суток на устранение этого недостатка. И если этот недостаток чинить двое суток, любой недостаток не устранен, начинаются страфные санкции. Ну, вот наши коллеги приводили цифру, что страфные санкции доходили до 300 тысяч евро. Ваши комментарии по поводу контроля. Вот смотрите, сегодня, а сегодня как контроль осуществляется? Кем и как? Сегодня есть несколько элементов контроля. Ну, естественно, со стороны заказчика, который заказывает какие-то участки в ремонт и оплачивает эту работу. Кроме этого, есть технадзор сертифицированный, который тоже смотрит. И нельзя исключать так называемых общественников-активистов. Это достаточно хорошо зарекомендовавшие себя люди, которых все по городу знают, которые тоже обращают внимание на некоторые погрешности. И многие из них устраняются, как раз благодаря тому, что вовремя были замечены людьми, которые следят за качеством выполнения дорог. Мне кажется, сейчас Николай, у любого остановись, спроси, можно ли ложить асфальт в дождь, и все расскажут, что нельзя, почему и как положено. Поэтому сейчас у нас контроль, я бы сказала, трехсторонний. Хорошо, вернемся еще раз к самому началу. Возможно ли в рамках города вот такие вот проекты осуществлять? А самое главное, какая организация способна сегодня, или опять нам надо кого-то из-за рубежа притягивать, или мы можем своими силами осуществлять именно подобного рода работы? Могли бы в вашем предприятии быть подрядчиком? Смотрите, теоретически, раз в Украине такая схема работает, то теоретически она может работать в любом месте Украины, в том числе в городе Николаеве. Не вижу каких-то причин, почему именно в Николаеве такая схема не могла бы не заработать. По поводу того, есть ли подрядчик, который может комплексно выполнять эту работу в Николаеве, да, есть, ну и даже если такого подрядчика вдруг не найдется в Николаеве, да, сейчас есть система Прозора, которая позволяет привлекать подрядчика любого, который соответствует требованиям, заявленным заказчиком. Коммунальное предприятие и лофтодорог, чуть-чуть приобретя еще некоторую технику, тоже потенциально может выполнять такого рода работы, и я на самом деле надеюсь, что мы к этому и придем. Что ж, давайте примем звоночек, я так понимаю, тема дорог у нас животрепещущая, и зрители будут активно участвовать. Слушаем вас, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Возле школы 14-й высыпали два, промазали, мазали, я уже там даже не помню, значит, с асфальта отходы. Вот до сих пор они растут, до сих пор, вернее, до сих пор они лежат. Вы имеете в виду снятый асфальт, правильно? На них уже и ссор бросают, и все, бурья, ну в общем ужас. Вы знаете, у нас была красивая улица, мы убирали чистенько, может сказать там любой и депутат, и житель широкой балки, но почему нам вот такую сделали, я не знаю, как сказать, заподлянку или как, уже извините, что так прямо у них были. Допустили такое нарушение, да. Да, вот мне обидно просто, я уже к депутатам обращалась, когда у нас был вопрос по кладбищу у 14-й школи. Ну а теперь я вот случайно увидела вас в эфире и решила все-таки обратиться, может вы что-то поможете. Уберете все-таки все асфальт тут, и это просьба не только моя, это просьба всех наших там жителей. Спасибо, спасибо, вы абсолютно по адресу в этот раз, это у нас не только директор коммунального предприятия, но и депутат городского совета, так что все вот тут не отвертитесь от ответа на этот вопрос. Ну на самом деле я понимаю, чем идет речь, широкой балки есть улицы, на которых отсутствует дорожное покрытие, поэтому там в прошлом году очень активно жители, администрация района брали асфальтную крошку срезанную, которую планировали по улицам, и действительно проезжаемость была лучше, чем по грунтовой дороге, особенно на период дождя. Вот сейчас как бы жалуются, но оставили кучей, и вот это такую яму большую зацепили. Трудно комментировать, почему именно в том месте привезли и не распланировали, поэтому я предлагаю еще раз повторить улицу, я подъеду, мы с вами встретимся в индивидуальном порядке и разберемся. То есть это не ремонт дороги, это временная мера. Это напротив 14-й школы, это напротив 14-й школы, я думаю, что 14-я школа у нас единственная, и найти в интернете ее адрес будет не проблема. У нас есть еще один звоночек, я так и предполагал, что тема дорог будет очень живая. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, 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 слушаем вас. Я живу в микрорайоне Северный, по улице 2-го, ну я именно живу в 8-А, но у нас там получается эта дорога проходит между домами. Ну, в общем, короче говоря, перед выборами мы обратились, воспользовались этим моментом, а всегда перед выборами все делают, вот. Гайдаржи обратились, чтобы эти на этой дороге сплошные ямы, нельзя проехать вообще. Это, подождите, это улица или межквартальный проезд? Это улица, улица. 2-го. Это улица 2-го, правильно? Да, улица 2-го, я из 8-А дома. И вот Гайдаржи приехал, посмотрел и пообещал. Если можно, давайте к вопросу подойдем, потому что у нас времени мало, я думаю, что еще есть вопросы, пожалуйста, в чем ваш коллега? Да, вот, пожалуйста. И вот, по-моему, это вот женщина, которая выкрана, она тоже позвонила нам, сказала, будет сделано. Приехали, сделали через год опять эти ямы, яма на яме. 100 метров дороги и никак нельзя качественно сделать. Пожалуйста, помогите. Ваши комментарии. Опять же... Не Иллу или случайно автодорог была подрядчиком на этом участке? Иллу автодорог не работала в прошлом году на Северном, Иллу автодорог работает качественно, отмечу это, и старается не допускать брака, чтобы не услышать справедливые замечания жителей. Надо обратиться опять же к депутату или в администрацию района, для того, чтобы посмотреть, включена ли ваша дорога в план ремонта. Если не включена, значит, обратиться для того, чтобы включили. Потому что мы все понимаем, что в состоянии дорог в городе Николаеве и в самом городе, магистральных дорог и интерквартальных проездов, такое, что сделать за один год все невозможно. Я прошу прощения, давайте, наверное, с этого надо было программу начинать. Опишите, что такое коммунальное предприятие. Потому что я так понимаю, что некоторые наши зрители считают, что вы являетесь заказчиком выполнения работ. Коммунальное предприятие Иллу автодорог не является заказчиком. Мы содержим на балансе все магистральные дороги города Николаева. То есть дороги, которые проходят мимо подъезда и в частном секторе, они не относятся к компетенции коммунального предприятия Иллу автодорог. Кроме этого, мы занимаемся ливневками города Николаева и 5 мостов Николаевских, они тоже в нашей зоне ответственности, их эксплуатация. Поэтому все, что касается нашей зоны ответственности, я готова ответить более подробно. Ну вот сейчас я уверен, по вашей зоне ответственности зададут вам вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Я, возможно, не очень по адресу, потому что тут за дороги разговор. А я вот с Нанила, у нас такая проблема. Делали вокруг забор, гимназия номер 4, забор, наверное, уже весь город об этом знает. Делали большой бетонный забор, но это вроде бы хорошо, да, оградили деток туда-сюда. Но нет проема. Наделали этих калиток, там не надо. Вот как людям пожилым придет осень, слякать, дождь, и все остальное надо сделать. Скажите, а вы знаете, кто у вас депутат на округе? По вашему округу? Не знаю. Не знаете. Ну, давайте тогда комментарии ваши как депутата по этому вопросу. Пожалуйста. У нас тут рядышком есть эта стоянка. И вот люди просто перелазивают через забор, дети бьют коленки, локти. Ну, представляете, что это такое? Это такие неудобства. Просто ужас, просто ужас. Мы просто недалеко рядом живем и вот смотрим на это все. Это вообще просто шла, женщина. Спасибо. Все, клубнику. Да, пожалуйста. Я вам отвечу не как директор коммунального предприятия, а как депутат, потому что с подобными вопросами ко мне обращаются жители моего округа в том числе. Я вам рекомендую найти своего депутата. Для этого нужно зайти на официальный сайт городского совета и по адресу узнать, кто ваш депутат, и обратиться к нему. Я уверена, он поможет решить ваши проблемы. Либо в районную администрацию. Если депутат не поможет вам, ну, это у вас Заводский район. Вы обязательно следите за нашими программами. Мы обязательно, либо у нас будет в программе, либо председатель районной администрации Заводского района, потому что центральный у нас был. Сейчас мы хотим еще Заводского, Ингульского и Корабельного района позвать тоже в гости, чтобы они рассказали нам о том, что у них происходит. Или пишите лично через сеть Facebook, либо мне, либо нашей гости, и мы разыщем этого потерянного депутата, который не слышит людей. Хорошо, хоть есть у нас способ такой коммуникации. Вы возглавили коммунальное предприятие не так давно. То есть, вот скоро будет год, как вы возглавляете его. Да, насколько мне известно, это предприятие было убыточным. Оно находится, собственно, это коммунальное предприятие, ахозрасчетное, но оно было убыточным. Как сейчас обстоят дела с прибыльностью? Возможно, случилось ли то чудо, чтобы вдруг предприятие стало приносить деньги, а не просто забирать из бюджета? И не ухудшило ли это качество работы? Да, действительно, в августе будет год, как я возглавила, коммунальное предприятие. Да, действительно, на момент вступления в должность предприятие было с убытками. На сегодняшний момент мы прибыльные. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Мы обеспечены заказами на сегодняшний момент и до конца года. Да, действительно, мы хозрасчетное предприятие. Мы не финансируемся напрямую из города. То есть у нас нет прямого финансирования. Все деньги, которые мы зарабатываем, мы зарабатываем, участвуем в тендерах, которые проводят... На общих основаниях? На общих основаниях абсолютно никаких преференций нам, как коммунальному предприятию, нет. Система Прозора для всех одинаковая. Маленький, коротенький вопрос. А только ли город или есть иные заказчики? Мы работаем не только на город, у нас есть коммерческие объекты. То есть мы работаем как подрядчик и те виды услуг, которые мы делаем, мы предлагаем всем, кому они нужны. То есть мы не ограничены городом, как основным заказчиком наших услуг. Давайте примем еще один звоночек от нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Алло. Да, да, да. Добрый день. Добрый. У меня вопросик к директору, к Наталье Гребенко. Говорите, говорите. Меня зовут Владимир, и я живу на Чегрина-3. И хотел бы, вот часто прохожу и проезжаю на повороте Чегрина и Пушкинская. Знаете, напряженный этот перекресток. Грузовой транспорт идет. Буквально неделю назад, я звонил в департамент, выехали разметчики по ямам, просто по живым ямам, которые не заделывались с прошлого года на этом перекрестке. Если нарисовали свежую разметку, мне кажется, что это очень неправильно. Меня это очень возмутило, потому что я как частный предприниматель плачу налоги в местный бюджет, и не согласен, чтобы по ямам рисовали разметку. Хотелось бы выяснить этот вопрос, кто это такие распоряжения дает. Не отремонтировал дороги, рисовать разметку. Спасибо. Спасибо. Справедливое замечание, это неправильно. Я думаю, если это нарушение было, это надо пресекать. Но это тоже СМЭП делает, правильно? Да, это делает коммунально. Значит, не это, а разметку. В городе наносит коммунальное предприятие СМЭП. Конкретный случай надо разбирать, был ли это СМЭП, либо это что-то другое было, кто дал указание. Но на самом деле это неправильно. Такого не должно быть. Ну вот тогда, грубо говоря, вот сегодня я присоединяюсь к нашему зрителю, и вот мы, как выборцы, надоем вам такое подоручение, чтобы войны были покараны и чтобы справедливость восторжествовала. Но давайте, у нас несколько минут осталось еще эфира. Проговорим о депутатской деятельности, о вашей. То есть коммунальное предприятие, ну, судя по тому, что, как вы говорите, и, наверное, это подтверждено всеми нужными документами, у нас очень много на скептиков смотрит, и люди все перепроверяют, поэтому на слово уже никто никому ничего не ведет. Один из положительных эффектов, который, я считаю, мы должны, я могу приписать себе как директору, это открытость. Наше предприятие сейчас, мне кажется, на более высокой ступеньке открытости. Мы отвечаем на все вопросы, которые к нам поступают. Мы в Фейсбуке активно коммуницируем с жителями, поэтому если есть какие-то вопросы к предприятию, либо ко мне, для этого не надо ждать эфира, для этого просто можно написать элементарно в Фейсбук, либо как депутату на приемную депутатскую. Ну вот у нас как раз, я думаю, что вот следующий вопрос именно к вам. Добрый вечер, в эфире слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос по Николаевской улице, там где детская больница, скорая помощь, там дело в том, что мало того, что она в плохом состоянии, так еще ни одного кармана. А к детям приезжают, и в скорую приезжают, и негде остановиться на шине. И проехать, естественно, тоже. Там как-то при, допустим, ремонте этой дороги можно предусмотреть вот несколько карманов. Там возможности есть. Спасибо. Спасибо за звоночек. Давайте мы вот на этом, это последний вопрос, который мы сегодня рассматриваем, потому что время программы вы выбрали совершенно. Пожалуйста, ваши комментарии. При ремонте мы можем предусмотреть карманы, но опять же мы должны понимать, что согласно нормативам карман нельзя сделать просто там, где человеку захочется. Если по нормативам там будут к этому все предпосылки, мы пройдем все согласования, да, это теоретически можно сделать. А как этот процесс, ну вот скажем, не то, что ускорить, а для того, чтобы он действительно был для людей, а не более, не упирался в нормативные базы? Для того, чтобы что-то было для людей, люди должны об этом говорить. Вот вам сказали. То есть надо говорить, вот есть у нас группа людей, которые занимаются тем, чтобы устраивать остановки в городе Николаево. Это активисты, которые организовались и говорят, здесь должна быть остановка, она должна быть обустроена. Они стучат во все двери, и эти остановки обустраивают. Я записала вопрос, мы обязательно его, я его зафиксировала, обязательно при ремонте дороги мы ваши пожелания учтем. Но просто еще раз обращаюсь ко всем. Если вы видите проблемы, просто говорите о ней, не молчите. То есть озвучивайте ее, пытайтесь ее донести до того, кто может эту проблему решить. Что ж, я так понимаю, время нашей программы подошло к концу. Нет, мне показывают еще, что у нас есть две минутки. Давайте вот планы на будущее вашего коммунального предприятия. Мы всегда заканчиваем чем-то светлым, хорошим. Время прошло быстро, я настроилась говорить долго. Планов у нас много. Ну, во-первых, мы хотим на предприятии, мы работаем командой, естественно, успехи предприятия, которые сейчас вы можете наблюдать, это работа командная. Ну, во-первых, мы хотим усилить работу по реконструкции и очистке ливневой канализации. С прошлого года эту работу мы поставили на системный подход. У нас есть схемы. Мы планомерно пытаемся чистить ливневки. И я думаю, что люди могли оценить, что в период дождя осталось очень мало в Николаеве мест, которые действительно, мы считаем, острые, надо им уделять внимание во время дождя. Значит, для этого необходимо приобрести технику, и я думаю, мы ее приобретем специализированную. Кроме этого, мы сейчас благодаря горсовету и благодаря департаменту ЖКХ и городской власти смогли усилить свои позиции как дорожников, мы приобрели дорожную технику, которая позволяет нам улучшить качество. То есть теперь у нас есть виброкаток, который делает нашу работу более качественной, потому что позволяет за счет вибрации уплотнять более глубоко асфальт. То есть мы стараемся развиваться и стараемся следовать всем новым веяниям. Мы стараемся, чтобы, когда люди говорили об ИЛУ, мы были уверены, что это говорится о качественной работе. И мы хотим не слышать в свой адрес какие-то недовольства жителей. Потому что на самом деле мы работаем для людей. Мы коммунальное предприятие, и мы работаем для горожан. Что ж, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо зрителям за вашу активность, за то, что беседуете вместе со мной, с нашими гостями. И, как всегда, мы встретимся с вами в следующую среду. Телеканал Николаев. С нами всегда интересно. Не переключайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok